Испытания, какими вообще полунасторический путь России. Репортаж Павла Краснова. К памятнику Минину и Пожарскому президент, как обычно, пришел не один. Его сопровождали ребята из молодежных организаций России, представители всех традиционных для нашей страны конфессий. Праздник с четырехвековой историей и его современное звучание. Россия остается единой, несмотря на национальное и религиозное различия. И хотя исторически сегодняшняя дата связана с православием, подарок в этот день получили и российские мусульмане. Одобренная инициатива о строительстве мечети в парке «Патриот». Сражаться вместе, плечом к плечу, невзирая на различия, наши бойцы продолжают и сейчас. Среди пришедших на церемонию представители молодежных объединений немало тех, чьи отцы служат в зоне СВО. Матвей, по примеру, отца тоже выбрал военную стезю. Вступил в движение юнармии. Президенту в подарок преподнес юнармейский значок. Будучи военными, наши юнармейцы не снимают значок. Разрешите и вам вручить. Служит вечным символом братства и единения всех юнармейцев, где бы они ни находились. В главе государства юноша рассказал, что пишет письма на фронт своему отцу. Его товарищи юнармейцы тоже пишут солдатам, пусть незнакомым, но эта поддержка бойцам необходима, как воздух. А этот юный кадет тоже надел форму вслед за отцом. Тот выполнил свой долг до конца и погиб на фронте. Его сын принял решение идти в кадетское училище. Я пускай у него, потому что хотел стать, как мой папа, Махонин, который погиб 27-го. В числе участников церемонии – жители новых регионов. День народного единства для них праздник относительно новый, но чувствовать его атмосферу они уже научились. Эта девушка приехала в Москву из Мелитополя. Из Донецкой Народной Республики в столицу приехали молодые волонтеры. Что такое жизнь под обстрелами, они знают не понаслышке и всегда стараются помогать и бойцам на передовой, и мирным жителям. Вот прямая помощь людям. Нет ничего важнее. И это лучше всего отражает глубинный смысл праздника. Неразрывная связь времен и поколений. Единство, которое проявляется не на словах. В прошлом и настоящем быть частью большой страны, где принадлежность общей судьбе важнее любых различий. Павел Красно, Дмитрий Скворцов, Анна Заякина, Александр Аноничев. Первый канал.